И сегодня мы продолжаем карьеру за Ника Росберга в игре Формула-1 2013. Сегодня у нас Гран-при Абу-Даби. Возможно, кто-то не знает, но сезон завершала гонка Гран-при Абу-Даби только начиная с 2013 года. В 2013 уже завершала гонка в Бразилии, поэтому сейчас 17 этап. Это не последний, а у нас уже Абу-Даби. Есть у Джон ДРС, есть место, где можно пообгонять. Потом гонка будет интересной. В субботу у меня проходил стрим, на котором народу было чуть-чуть поменьше, ну, не скажешь, что прям сильно, намного меньше, чем уже, получается, ну, первый мой стрим на канале. Народ был чуть-чуть поменьше, ну, не так важно. Это, как бы, не сказать, что уж прям слишком плохо. Всё равно вопросы задавали все, кто задавали свои вопросы. И вообще поддерживали стрим в чате. Огромное спасибо. И на этой неделе у меня стрима не будет. Вот просто запомните, потому что может кто-то будет ждать, но на этой неделе стрима не будет. На этой неделе мы уже закончим просто абсолютно с рубрикой понедельник ролик, то есть Гран-при Абу-Даби, потом во вторник США, Гран-при США, и в пятницу у нас Гран-при Бразилии завершается, потом нарезка моментов, как у нас выигрывал по вопросу там. То есть нарезка моментов и всё. Не знаю, что будет по монтажу на этой неделе. Может быть, если в понедельник, среду, в пятницу не будет монтажать, удивляйтесь, нарезка моментов будет, но уже, наверное, через другую программу. Потому что делать через Viva видео. Это программа очень удобно через неё монтировать. Но она, почему-то, ролики, ну вот, видео, что я монтирую, она монтируется, но почему-то, не знаю, по какой причине, она, эта программа, как бы, сохрани, допустим, до 50% и скидывается. Это идёт по кругу, и это, может, длится, я пока понимаю, вечно. Так, ну и что, сейчас мы скатились уже на 12-е место. Ну, в принципе, это, мне кажется, этого нам хватит наезд, для прохода плюсика, а нет, уже 13-е, так. Да, не очень, я их проехал, конечно, это круг, но если хватает для прохода плюсик сегмент, то... Достаточно. Так, Хамильтон у нас первый, вот такая вот, ну и как вот сейчас, с первого по третьего, всё всегда очень близко. Так, ну что ж, второй семейный квалификация начинается, сейчас я чуть времени перемотаю, чтобы уже смотреть на какие-то результаты, понимать, проходим дальше или нет. Ой, опять камера у нас снова переключается. Если кто не видел стрим, то можете посмотреть его, он уже на канале, загрузился он на следующий день в плейлист, я скидываю сразу же после стрима, поэтому кто-нибудь её может посмотреть. Так, у нас граждан показывает лучшее время во втором сегменте квалификации. Кто-нибудь сказал, очень интересный. Кстати, на стриме мы играли в игру F1 менеджер. И, в общем, я думала, это будет что-то интересное, но, честно говоря, мне самому не понравилось, поэтому прошу прощения, такой вот, больше такой игры не будет. По той причине... Ну да, может быть, как-нибудь и будем в неё играть, но из-за того, что она всё-таки очень, скажем так, скучная, не я управляю болидом, а вот какую-нибудь другую игру посмотрим. Может, в реалу Рейсинг или Формула-1, в общем, посмотрим. Но F1 менеджер, не знаю, вряд ли мы к ней вернёмся, потому что, честно говоря, мне не понравилось. То есть, я отвлекался и в чат смотрел, и, то есть, игра, как бы, идёт очень скучно, скажем так. Так, ну а давайте сейчас сконцентрируемся уже... Ох, немного на игре. Передина стоит Вильямс, это, наверное, Вальтери... А, нет, это, мол, да надо. Так, ботус у нас 14. Так, сейчас надо очень важно хорошо проехать. Эх, вот тут сейчас мы ошиблись. Так, ну что ж, мы же проходим, мы с лёгкими квалификацией. Так, ну что ждать? Ну всё равно мы пятый, и за полпозишн мы очень сложно побороться. Так, у нас Молдана, думаю, сейчас может пройти... А, нет, Баттон, Фюлькенберг у нас 13. Ну, Рикерд, 12-й, хороший результат показал. Ботус во втором сегменте квалификации. Всё, присту у нас прикольненько. Ну что, в третьем квалификации надо бороться за полпозишн. Что ж, ой, сейчас трасса занята, мы надеюсь, мы будем не рядом со всеми болидами. О, как хорошо, трасса свободно. И очень красиво тут именно какой-то закат сделан в игре. Очень прикольненько и красиво. И, кстати, на моём канале сейчас, на момент, когда я снимаю видео, 347 подписчиков. Поэтому, если вы всё ещё до сих пор не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Это не так сложно, чтобы добить 350 подписчиков, а дальше уже чем можно больше подписчиков. Так, время в первом секторе у нас неплохое. Так, обогащённую смесь. Так, вот тут у нас есть гумидресс. Вот даже цвет шины, как вот, отцвечает, очень красиво, более такой насыщенно. Очень нравится мне вот трасса Ясмарина. Вот уже когда темно. Закат. Так, хорошее время. Одно и одно мы выиграем у Льюиса Хэмминтона. И сейчас главное это всё не потерять за один сектор. Есть этот отрыв. Которого наращивали за два сегмента. Ой, сейчас немного зря так, конечно, на поребрик заехал. Чуть не улетел. И, наверное, после завершения этой рубрики я, ну, такой перерыв, наверное, дня два-три, потому что, можно сказать, уже начиная с 4 мая, у меня ролики выходят. Так, всё это пол-позишн каждые два дня. Ну, если не ролик, то экстрим. Да, вероятно я даже сейчас, пока пол. А вот Феттель с Хэмминтоном хорошо поборолись, и к ним... Алан, кстати, целая тройка там, ну, мы ещё ладно к ним. То есть четвёрка, Росберг, Феттеля, Хэммитона, Лонс, и дальше уже отрыв. То есть я с этого не выбираю большую. В принципе, эта четвёрка, я бы сказала, лидировала, хорошо выступала вот весь этот сезон в нашу рубрику. Так, давайте что-то пропустим, это мы много раз видели. Как же много загрузок. Долго-долго-долго. Так, всё, наконец-то. Давайте, готовы стартовать. Ну, что ж, вот мы уже на... Ну, что ж, вот мы уже на стартовой решётке. На первом ряду стартового поля Ника, Росберг и Сибасян, Феттель. Ну что ж, гаснут так, где мы срываемся с места, сразу отправляемся в бой. Вроде бы неплохой старт у нас сейчас. Ой, Феттель. Едва он не отправился в разворот. Свой фирменный. Там немного, наверное, задержал, но мы... Ой-ой-ой, вот зря я так делаю, конечно. Линира в сезоне... Я из-за этого ошибался. Так, ну ладно. Всё равно отрыв есть. Вот тут надо посмотреть назад, но они в поворотах. Ой, сейчас очень хорошо прошли мы вот этот поворот. И позади нас, кстати, Сибасян, Феттель, а Льюис Хамминтон сейчас лидирует пилота Мерседес. Это просто замечательно. Отлично. А, сейчас вот задел, ну ладно. Так, давайте побыстрее, побыстрее бы. Так, ну, похоже, будет отрыв после первого круга. 1 из 7 очень, я бы сказал, маленький. Ну, на первом круге нормально. Нормаляйся ошибкой, всё. Никого отрыва не будет. Одно-две. Одно-две сократил Льюис Хамминтон сейчас. Вот, кстати, великобританские флаги. Ну, кстати, тут не только Льюис Хамминтон, но и Джонс Баттон есть. Кстати, именно в Великобритании, среди пилотов из Великобритании больше всего выиграно чемпионских титулов. После них идёт Германия. В Германии, кстати, этого достижения 12 чемпионских титулов. Сего лишь тремя пилотами, это Миккад в Великобритании, их несколько у Германии, это сначала Михаэль Шумахер, 6 чемпионских титулов, потом шёл Сибасям Феттер, когда Радбуллы были на коне, и дальше уже вот, когда пошла эра, скажем так, Мерседеса, Нико Росберг в 2016 году. Вот такая вот сейчас отступление у нас была история. Ну что ж, у нас сейчас третий круг начинается, и ДРОС прогрешен. Ну, дров уже 2,4, поэтому вы сейчас не сможете использовать заднее антикрыло. Так, у нас, похоже, ещё лучше круг, это просто замечательно. Отлично. И снова сократил в первом секторе, плохо я вот проезжаю. Так, ну и Феттер, кстати, 2 секунды проигрывает, даже чуть побольше, и ещё Хамильтон. Не знаю, по поводу монтажа я так и не договорил, то, что может быть на вот этот вот ролик, и даже два следующих рампресса и в Бразилии выйдут без монтажа, к сожалению. Ну, я проверю ещё раз, как будет работать программно. А если что, потом придётся другую скачивать. Мне вот эта программа больше всех нравится. Так, полтора секунды уже отрыв, всё меньше и меньше. Хамильтон поймал там, по поводу наоборот. Катерия Оливдой сказал. Почему же так? Сейчас уже и Хамильтон-то отрывается от... Так, здесь хотят Феттер уже от Иланса, и поэтому... А вот сейчас борьба будет между напарниками. Кстати, Олонсо уже отбирал победы. Не раз, не два. Не знаю, так, уже Хамильтон, если будет в секунде, сможет использовать сзади антикрыло. Так, ну, а Олонсо 3,3, а Феттер уже чуть-то на секунду. Поэтому, если кто и сможет сейчас выиграть эту гонку, то, скорее всего, либо мыль, либо Хамильтон. Ну, если, конечно, не выйти такой, если бы слишком, может, грубой ошибки. Тихо! Очень сейчас четвёртый круг, а там уже я такой, будто, последний раз. Ну, и сразу вот это вот не хотелось, чтобы сразу скапливался вот этот вот паровозик. Если пропустим Хамильтона, можно пропустить сразу несколько пилотов. Так, за счёт Кера сейчас не прошёл нас Хамильтон. Да, сразу там четыре болида ещё позади нас. Две Феррари, один Радбул, один Мерседес и мы. Вроде бы всех назвал. Может быть, ошибся, не знаю. Так, и секунда, отрыв Хамильтона. Ну, это вот сейчас просто ничто. Вот, то есть, капелька. Так, и немного дальше шума, но сейчас износили всеми вот этими вот... не за носами, а у нас просто расшвыривать по трассе вот так вот. Конечно, было бы хорошо, если бы там сейчас Хамильтон боролись с Соломцем. И Хамильтон бы выиграл в итоге в этой борьбе, чтобы я смог оторваться. Иначе наша победа сейчас подрискнуть. Так, значит, включу обогащённую смесь, топливо плюс один. И стараюсь экономить Керс. И какой у нас интересный отрыв от Хамильтона? Одна секунда и 999 тысяч. Так, ну ладно, сейчас уже полторы секунды. Это плохо, то сейчас наш не попал в муссер. Ну, то сейчас нас сложнее будет управлять болидом. Ну, конечно, рядом Хамильтон. Если мы сейчас шумимся, он явно захочет этим воспользоваться. Так, использовал я окончательный Керс. Фу, хутор сейчас на поребрике, ну, конечно, особенно днища, попрыгали. Ну, Хамильтон вроде оторвался от Алонса. Но при этом приблизился к нам. Так, ну всё, последние поворотики. Надеюсь, сейчас Хамильтон не выпрыгнет так же, как Феттель. Ну, нет. Победы. Хороший уикенд, пол позиции победы. Удержание. Так, Сулькинберг у нас на три строчки поднялся, 10-й. Чека Перес, 8-й на 11-й позицию. Так, в принципе, скажешь, какие-то у нас сюрпризы. Так, Ситили, три строчки потерял. Ситебан, Гутьерас, 1-й. Выиграл так. Риккердо потерял. Три позиции, 1-й. Отыграл Верни. 2-й. Отыграл Ботас. 1-й. Отыграл Дереста. Так, ну, и, в принципе, масса. Препозитивно ничего, так. И Ким Ракена держал, так сказать. А Марк Лоберга из строчки еще потерял. Так, ну ладно, давайте приедем уже к награждению. Так, сейчас долго у нас будет все это. Продолжение следует. Ну что ж, наш ролик подошел к концу. Надеюсь, вам понравился. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать твое видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok